Владислав Людвигович, скоро будут выборы в Общественный совет города Кокшетау и Общественный совет от Молинской области. Расскажите, для чего нужны Общественные советы? Давайте так, на этот вопрос лучше всех ответит, конечно, это общий аппарат Маслехата, который, в принципе, будет задействован в этой процедуре. В какой именно? А именно, в утверждении списочного состава и качественного состава по предложению, по представлению председателя рабочей группы. Для меня, я вам скажу так, моя инициатива и то, что я хочу, в принципе, через Общественный совет продвинуть, она заключается в том, что при утверждении ПДП, при строительстве многоквартирных жилых домов, особенно это касательно коммерческого жилья, о том, чтобы там были учтены при проектировании именно вопросы, связанные с комфортным проживанием. А именно, это парковочные места, я об этом уже говорил ранее, о том, чтобы были зеленые саждения, места для выгула и дрессировки собак, ну, может, дрессировки нет, но вот такие вот вещи, для сушки белья, еще что-то, потому что с этими вопросами при застройке мы сталкиваемся, и потом люди сюда идут в Акимат и начинают писать жалобы, и начинаются какие-то инсинуации, какие-то нездоровые атмосферы. Во-вторых, бывает так часто случается, что, в принципе, особенно в черте города, но сейчас вы знаете, что больше уже застройки точечной как таковой не будет, все будет выдвигаться согласно плану, значит, генеральной застройки города. Вопрос о том, что, когда застраивается, значит, в жилом массиве возводится многоэтажный квартирный дом, значит, находят люди компромиссное решение, что, значит, воздвигается новая новостройка, там одна подъездная, двухподъездная, при этом застройщик обязуется, дает обещание о том, что он сделает какую-то, например, спортивную площадку или какой-то благоустроит внутридомовую территорию. Но по факту, когда объект сдается, он забывает застройщика. Чтобы вот это прекратить, вот эти вещи, исключить вообще, чтобы они не повторялись, в принципе, мы считаем, что общественный совет должен участвовать в экспертизе. Я тем более уже говорил, что законодательная база, в принципе, это позволяет сделать. Кто может войти в состав общественного совета? Любой гражданин республики Казахстан, а также по предложению общественных организаций. В чем отличие общественного совета и Маслихатов? Ну, то есть, вот депутатов, да, какие-то... Во-первых, есть определенные, давайте так, мы знаем, что такое депутат. Вот, ай, вы депутат, вот у вас есть права и обязанности депутатов. Вы представляете интересы кого? Населению. Населению. Именно, у вас должна быть обратная связь. Но, на сегодняшний день, мы хотим, и мое тоже желание, так как я являюсь еще избран, значит, членом рабочей комиссии, чтобы в этом составе, вновь избранном составе, были действительно люди неравнодушные, и их было слышно. Вы же понимаете, что, как бы, за кадром остается. Вот работа депутатов, да, видно, общественный совет, как бы, валка, не шатка, но я оценку не имею права давать. Но, по большому счету, я знаю, что в городе достаточно активных людей, адекватных людей, которые могут выстроить какую-то позицию свою, обосновать ее. Вы знаете, что будет у них рычагов у членов общественного совета? Я могу вам добавить, что позиция Акима города, которая была высказана в личной беседе при встрече, да, он сказал, Владислав, общественный совет должен быть работоспособный. Все. Но все будет зависеть от того, от активности населения, которое будет подавать эти заявления, которые мы будем рассматривать. Но я могу только сказать одно, что я высказал предложение на одном из первых заседаний о том, что мы, в принципе, мы же не знаем, сколько, может быть, пять заявлений, может быть, десять, а может быть, пятьдесят. Мы же дать, если мы кого-то принимаем, а если кому-то отказываем, мы должны дать аргументированный ответ, по какой причине мы отказали вам в рассмотрении вашего, или отклонили вашу кандидату, вот так будет, наверное, точнее. Вот и все. Все должно быть честно и прозрачно. И, может быть, даже так, мы, я не знаю, мы сейчас с аппаратом, мы слегка отработаем, может быть, эти заседания будут, я не знаю, там, в прямом эфире идти. Может быть, может быть, либо просто записываться, что в случае каких-то спорных моментов, у гражданина любого имеется право на это, да, на спорь, мы можем просто поднять, обратиться, как бы, к этой, к аудио, вернее, к видео-аудиозаписи, до съемки, и посмотреть, почему каждая позиция, в принципе. Я свою позицию уж точно обозначу. Здравствуйте, меня зовут Маканов Берик Айбекович, я руководитель аппарата Кокшталовского городского Маслихата. Хотел бы рассказать вам об общественном совете города Кокшталов. В настоящее время общественные советы, срок действия общественных советов предыдущего заканчивается, и начались процедуры по избранию нового состава. В законе об общественных советах написано, что члены общественного совета избираются на конкурсной основе представителями рабочей группы. Рабочая группа уже сформирована, она состоит из шести человек, одна треть из них представители госорганов, и две трети — это представители некоммерческих организаций и общественных объединений. На сайте Кокшталовского городского Маслихата есть объявление о конкурсе. Получается, конкурс проводится, документы принимаются до 25 февраля. Пакет документов, ну, членов общественного совета, это может быть любой гражданин Казахстана, не имеющий судимости и не имеющий противопоказаний из психо-невродиспансов. Вот поэтому, ну, общественный совет вообще сам призван для того, чтобы улучшить связь гражданского общества с властью, поэтому мы стараемся, ну, рабочая группа старается принять именно тех людей активных, имеющих активную гражданскую позицию, чтобы защитить, где-то защитить права, где-то обсуждают они проекты нормативных правовых актов, чтобы не были затронуты, не были нарушения граждан. Какие есть возрастные ограничения? Возрастных ограничений нет. То есть и пенсионеры, и молодые? Да, и молодежь, может быть, ну, главное, чтобы он был гражданином, да, совершеннолетним. Вот так получается основные требования. Ну, из-за опыта работы общественного совета, предыдущего состава, могу назвать такой, был общественный контроль со стороны общественного совета. Члены общественного совета выезжали по медицинским организациям и проверяли, насколько обеспечены аптеки, которые выдают бесплатные медикаменты. Насколько они обеспечены этими медикаментами, и насколько у них есть ли в наличии, какие запасы имеются. Ну, по итогам были даны соответствующие рекомендации о том, что необходимо где-то увеличить, ну, по всем аптекам был проезд осуществляющим. И там были даны рекомендации о том, чтобы управление взрывоохранения, о том, что где-то увеличить нужно объем, то есть или перераспределить медицинские средства, которые в одной аптеке не используются, то есть стоят, просто лежат без дела, а в других аптеках они нуждаются, чтобы для населения было удобнее, чтобы они не ездили в другую аптеку в дальнейшем. Получается, что общественный совет может давать только рекомендации, да? И рекомендательного характера не может, допустим, какие-то резолюции делать. Да, основная рекомендация, самая основная деятельность этой рекомендации. Есть формы общественного контроля, мониторинги есть, но итогом этим всем это будут рекомендации, которые, в принципе, эти рекомендации обязаны рассмотреть государственным органом.